Привет, на связи ТОП Репетитор. И часики немножко тикают, чат, и совсем скоро уже октябрь. И возникает вполне логичный вопрос у каждого нормального учащегося. А что мне делать в октябре вообще? Как готовиться к ЕГЭ? И пора ли? Давай на все эти вопросы я отвечу прямо сейчас, вот в этом чудесном видеоролике. Погнали! Но перед тем, как я начну выдавать полезнейший контент, пожалуйста, порадуй алгоритмы Ютуба, чтобы вот этот ролик, чтобы меня, ТОП Репетитора, увидело как можно больше ребят. Поставь лайк под этим видео прямо сейчас и подпишись на канал. Будь умницей! Я буду тебе безумно благодарен за то, что ты помогаешь развитию моего Ютуб-канала и моего проекта. Твой ТОП. Давай-давай, помоги мне. Итак, октябрь месяц. Ну, на самом деле, сразу говорю, что октябрь во многом будет для тебя решающим. И я не шучу. Потому что октябрь может быть для ребят совершенно разным. Позитивный сценарий, вот здесь такой знак плюс, позитивный сценарий, это что ты уже, в принципе, вошел в рабочий темп, ты уже прошел базированные темы сентября в какой-нибудь онлайн-школу или с репетитором, и, в принципе, ты уже настроен эффективно и дальше работать. То есть, если мы говорим про идеальную картину мира, октябрь – это для тебя уже такой базовый потоковый месяц. Ты уже привык к формату обучения, ты уже послал школу куда подальше, ну, мы все-все понимаем, а если не понимаем, то вот тебе ролик, и ты, в принципе, уже понимаешь, как тебе готовиться и что тебе делать. Сразу говорю, что все те, кто, в принципе, выполнили эти три базовых клише, нашли удобный формат подготовки, послали школу куда подальше и вошли в рабочий темп, я вас поздравляю, вы большие молодцы и умницы, и, в принципе, у вас есть хорошие шансы сдать ЕГЭ на высокие баллы. Я безумно радуюсь, захожу на платформу и смотрю, как ребята уже выполняют домашку, работают с кураторами и чувствуют себя максимально комфортно. Но какие могут быть препятствия? На самом деле, сразу говорю, что октябрь в некой степени это, в принципе, последний шанс на допущение ошибок. Почему? Потому что в ноябре ты будешь уже а, потально догоняющим, и б, у тебя уже будут нервяки по поводу итогового сочинения. Поэтому ноябрь будет месяц максимально тяжелый и неэффективный. Но октябрь – это последний шанс все исправить и попасть на максимально эффективную подготовку. Напоминаю тоже очень базовый тезис, что, в принципе, в любой онлайн-школе, в любой онлайн-школе, кроме умскола, годовой курс – это максимально эффективно. Почему кроме умскола? Потому что у них нет годового курса, а они проходят всю программу два раза, что является непедагогическим и является неправильным решением. Но оставим это на их, скажем так, судьбу и волю. Если ты, в принципе, недоволен своим сентябрем, то ответь для себя на очень простые вопросы. Первое. Хочу ли я поменять онлайн-школу? Хочу ли я поменять формат занятий? В принципе, многие онлайн-школы предоставляют такой режим, когда в октябре они дают тебе право за сентябрь посмотреть бесплатно все вебы и еще и пройти домашки. То есть, в принципе, в октябре ты еще, конечно, уже будешь напрягаться, будет некомфортно, но ты еще можешь догнать. То есть, октябрь, начало октября – это пересмотр, честный пересмотр, уверен ли ты в той подготовке, которая прямо сейчас у тебя происходит. Да, я доволен своим репетитором. Или нет, я не доволен. Да, я доволен форматом. Или, например, для меня более удобен другой формат. Второй момент. Что у тебя со школой? Ты до сих пор зачем-то делаешь домашку, например, по химии или физике, если они являются твоими непрофильными предметами. Ты до сих пор как упоротый выполняешь все поручения классного руководителя в контексте осеннего балла и мероприятий. Это означает, что ты неправильно расставил приоритеты, мой дорогой друг. И тебе нужно срочно от всего этого отказываться и идти в отказ. То есть тебе нужно к октябрю поставить четкий дедлайн. Моя активность в школе минимизирована. Более того, я уже говорил, ты должен попытаться перейти на формат свободного посещения хотя бы непрофильных предметов. Через родителей, через директора, через классного руководителя. Ну и в-третьих, у тебя уже нормальный рабочий темп. Режим тусовочек уже постепенно завершается. Режим хобби тоже немножечко завершается. И ты понимаешь, что у тебя вот столько-то предметов. Ты готовишься в таком-то объеме. У тебя есть такой-то выделенный график. И ты уже в рабочем темпе. Понимаешь, я уже много раз рассказывал эту притчу, что побеждает в ЕГЭ не самый быстрый. В ЕГЭ побеждает не самый талантливый. В ЕГЭ побеждает самый дисциплинированный. Тот, кто взял темп, два вебинара в неделю, дополнительно там еще шесть часов в неделю на домашке, закрепление, работу с кураторами. И в этом темпе он идет весь учебный год. Я еще раз говорю прямым текстом. Максимальные баллы наберет тот, кто выбрал четкий режим подготовки и честно следует ему. Если к октябрю ты этого не сделал, то, пожалуйста, пересмотри свои тайминги. Что тебя отвлекает, от чего тебе нужно и четко отказаться, чтобы оно тебе не мешало. Мой дорогой друг, к октябрю у тебя должна быть четкая система, хорошая онлайн-школа и приоритеты, которые расставлены от и до. Я в этом плане готов тебе помочь и просто прямо говорю, что мы в октябре запустим акцию, когда ты можешь присоединиться к нашей онлайн-школе вполне открыто и вполне доступно и догнать сентябрь вместе с куратором. То есть, да, у тебя будет индивидуальный зачет с куратором, где он прогонит тебя по всем сентябрьским темам, ибо они, надо быть честным, тоже спрашиваются на ЕГЭ. И мы должны быть уверены в твоей подготовке. Поэтому, если у тебя все еще плохо или на один из вопросов, на которые я тебе задал, у тебя нет четкого ответа, подумай о том, где ты обучаешься, все ли у тебя хорошо. Я же, в свою очередь, продолжу тебя радовать на YouTube-канале бесплатным контентом, поэтому подпишись на него прямо сейчас и, главное, войди в рабочий темп. Ну и честно, не отвлекайся на все негативные новости. Хотя и нам сейчас всем тяжело. Твой топ-репетитор.